Рыбный промысел Часть из них созданы целиком за счет турецких инвестиций, часть – собственные вложения. Предприятие по переработке рыбы Апсецбат и Бек, расположенное в селе Адзюбжа, из предоставленной квоты в 4000 тонн выловлено 1900 тонн. Произведено 600 тонн готовой продукции. Завод функционирует с 2011 года. Постоянных рабочих мест более 30. Заработная плата работников от 25 тысяч и выше. В плане инвестиций это сугубо наши инвестиции. Минсельхоз в этом плане, не знаю, именно в фирме Батбек ни Минсельхоз, ни правительство никаких вложений не имеет. Все последние технологии, которые есть, мы здесь имеем. Более современные пока ничего не придумали. Если грубо говорить, сегодня по вложениям здесь, я думаю, можно будет насчитать около 5 миллионов долларов точно. У нас до конца сезона еще два месяца. У нас есть надежда, конечно, что рыба подойдет, она и подойдет. По этому поводу у нас, я думаю, я как председатель ассоциации могу заявить, то, что мы будем, скорее всего, просить увеличения квоты, потому что мы изначально давали данные предприятию, чтобы было рентабельно, ей надо минимум переработать 7 тысяч тонн. Сегодня мы открыли предприятие на 3400, добавили еще 600, вот у нас 4000 тонн квоты, при рентабельности 7 тысяч. Мы как бы рассчитываем хотя бы быть рентабельными. Для удобства работы на территории завода реконструирован причал. Он один из первых за последние, наверное, лет 30, которые были построены как причалы. Мы привлекали сюда специалистов наших абхазских, достойно провели работы, все этапы были проведены на уровне. Самое молодое предприятие, которое было открыто в 2015 году, находится в селе Гуда Чемчирского района, на территории в 3 гектара. Оно полностью автоматизировано. Предприятие находится в 16 километрах от центральной трассы, и дорога, ведущая к нему, оставляет желать лучшего. Одним словом, попасть туда не так уж и легко. Буквально несколько лет назад на этом месте было болото. С открытием предприятия в соседнем селе появился свет. Установленный трансформатор для предприятия позволяет обеспечить электроэнергией село Приморское Галского района. С начала сезона у нас готовой продукции около 900 с лишним тонн муки. И жира 90 тонн. Это весь процесс, который на сегодняшний день освоен. Из нашей квоты 1800 тонн мы освоили 915 тонн. На предприятии за два месяца был построен свой причал. Его длина 72 метра. Строительство обошлось в 9 миллионов рублей. Причал построили, да, это была такая необходимость. Но как бы он на 100% нам пользу не приносит, потому что при 1-2 балла, когда море штурмует, тут уже сейнера наши не могут причалить и выгрузка не осуществляется. Нам приходится с порта возить ту же Хамсу на машинах. Рыбное предприятие Хамса в Ищемчире функционирует с 2007 года. В текущем году из представленной квоты в 3400 тонн добыли 1800 тонн. На предприятии утверждают, что после того, как они приступили к работе, их судна выходили в море лишь 11 раз. Рыбы нет и арендованные сейнеры простаивают. При этом на заводе только на систему фильтрации по устранению различных запахов при переработке затрачено 150 тысяч евро. Все установлены фильтры европейского стандарта и привезены из Голландии. Завод один из самых первых, почти приравненный к европейским стандартам по устранению запаха, запаха и так далее. У нас самый первый экологический завод начинается в Абхазии. Учредитель предприятия Абхазморпром Сунер Гогу отметил, что Абхазия единственная страна черноморского бассейна, ограничивающая квоты на вылов рыбы. У заводов не хватает сырья. Такая ситуация наблюдалась в прошлом и позапрошлом году. По его мнению, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы Абхазия не сокращала, а увеличивала квоты на добычу рыбы, так как это создает условия для развития собственной экономики. А вот что касается экологии, то Сунер Гогу убежден, что вопрос всего черноморского бассейна не может быть решен только за счет абхазской стороны. Данному предприятию выделено в этом году на Путину 3400 тонн квоты. Из них уже 2500 тонн уже выловлено. Произведено около 750 тонн продукции. Бизнес имеет перспективу для нашей республики. Потому что если посмотреть рядом огромный российский рынок, который требует сырья для корма, вот то, что мы производим сегодня, рыбная мука и рыбный жир. Но, к сожалению, не все зависит от нас, это все зависит от сезона. Смотря какая Путина, вот сколько есть объем рыбы. А в прошлом году, как вы знаете, в 2016 году вообще сезона не было. Мы сегодня неделю работали, закрыли завод. Но до этого, в 2015 году, была хорошая Путина. И только наша компания Абхазморпром около 60 миллионов рублей платила. А все государственные платежи. Это налог прибыль, бирусерс и так далее. Но есть пока надежда, что впереди февраль-март, в течение февраля месяца, если еще будет рыба, значит, еще дальше будем работать. Проинспектировав четыре рыбных предприятия, министр сельского хозяйства Даур Тарба подвел некоторые итоги поездки. По его словам, в этом году принято решение приступить к разработке концепции государственной программы по рыбной отрасли. Мы решили в этом году себя посвятить законотворчеству, приведению соответствующих нормативно-правовых наших документов в порядок и принятие различных государственных программ по различным направлениям относительно сельского хозяйства. Тут и будет по цитрусам программа будет составляться, по овощеводству, по рыболовству. Дай Бог, чтобы мы осилили, сил нам хватило для того, чтобы хотя бы в течение одного года 3-4 государственных программ разработать и положить на стол руководству нашей страны. Почему я так говорю? Знаете, когда я говорю о реальном секторе экономики, это сегодня так, а завтра, может быть, придем мы к тому, когда социальные вопросы будут решены, и наш стратегический партнер «Великая Россия» может сказать, дайте готовые программы под реальный сектор экономики. Министерство сельского хозяйства к этому случаю будет готово. Министр сельского хозяйства Даур Тарба отметил, что проект закона рыболовстве находится на завершающей стадии. Работал над этим проектом Институт экологии. В ближайшее время документ для проведения экспертизы будет направлен в соответствующие структуры. И если разработанный проект о рыболовстве пройдет в сей инстанции, он будет направлен в парламент для дальнейшего рассмотрения. Рината Шакай, Беслан Джинджули, Абхазская телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин